Всем привет, друзья, это Рафинанс Саунд. Сегодня я пробую себя в качестве летсплейщика, но я заметил такую штуку, что игровые блогеры обычно очень сильно матерятся, популярные. Я надеюсь, вы не обидитесь, если я не буду этого делать сегодня. Но мы сегодня посмотрим игрушку, которая называется The Signal State. Чем она меня заинтересовала? Тем, что здесь собрано, в принципе, несколько интересующих вещей. Во-первых, это постапокалипсис, во-вторых, это модульные синтезаторы и вообще вот эта вот звуковая тема. Ну, короче, сейчас посмотрим, что она из себя представляет. Итак, речь пойдет о какой-то ферме, насколько я понимаю, но сейчас посмотрим. Машины перестали работать много лет назад. Не только наши, а вообще все. Компьютеры, техника, все вокруг. Никто не знает, почему это случилось. Во всех городах жизнь разом остановилась. Это было еще до меня. Все мои детские воспоминания, это мрачные города вдалеке, скрытые за слоем тумана и смога. И что теперь? Теперь мы пытаемся начать все сначала. Собрать головоломку заново. Радио вдруг оживает. Ты уже почти на месте, видишь, кто здесь, блин. Погодите, как кажется. Да, так. Это у нас какая-то, типа, видимо, та самая ферма. Теперь твоя ферма, это твой дом. Очень здорово. Жизнь утверждающая действительно звучит. Я представляю, допустим, еду так куда-нибудь на машине, мне звонит жена и говорит, видишь, там дом разрушенный какой-нибудь, сгоревший стоит. Теперь это твой дом. Видимо, пора обустраиваться. Браться задел. Ну, видимо, вся задача, собственно, восстановить все, что здесь вокруг происходит. Восстановить здесь все, собственно. Так, значит, эту тетку странную зовут Мирьям. Я Мирьям. Все готово. Да. Зачем? Ну, короче, можно приступать. Меньше слов, больше дел. Я не люблю все эти болтания. Так, да и начинаем, начинаем уже. Все, готово. Я готов уже 15 раз. Давай, Мирьям. Ну что, переделать схему, чтобы починить устройство. Значит, исходящие сигналы, преобразовать их и отправить их разъем выхода. Как нифиг делать. Единственный момент только здесь есть. Один, небольшой. Такой маленький, маленький. Это то, что я гуманитарий вообще ничего не соображаю в этом. Но мы попробуем. Используем модули, соединяем их кабелями. Нажмите на разъем, потащите. Ну, я пытался, я пытался. Белый разъем — это входы. Черный — это выходы. Соедините источник со входом сплитера. Так, сплитер принимает входящий сигнал, дублирует его, создавая несколько сигналов. Ну, это как бы логично. Завершите цепь, соединяем выходы сплитера с разъемом выхода. Так, воспроизведение. Божественно. Мне кажется, я... У меня талант. У меня точно талант какой-то есть. Прекрасно. Здесь есть таблица лидеров, и я в нее не вошел почему-то. Кто-то мог справиться с этим заданием лучше, чем я. Очень странно. Хорошо. Твоя система отлично работает. Что теперь? Надо начать каталогизацию техники на ферме. Пойдем от простого к сложному. Хорошо. Сделаю все, что смогу. Прощайте. Сейчас я тут разберусь со всем этим. Значит, генератор мощности сейчас будем собирать или восстанавливать. Что-то мы с ним будем делать, короче. Так. У нас уже есть одна. Достаточно пищи. Ферма дает пищу. У нас будет лишняя пища. Короче, все ради еды. Ладно. Не будем долго его выслушивать. Все, до свидания. Можно я вот так вот сделаю сразу, нет? Вот. Генератор мощности. О, господи. Да я уже понял. Миря, мне кажется, мы с тобой уже об этом разговаривали, нет? У меня плохая связь. Я ничего не слышу. Все, не надо мне ничего рассказывать про Эли Сагри тех какой-то. Вот. Сплиттер понимает водящий сигнал. Дублирует его на 4 входа. На 4. Раз, два, три, четыре. Сумматор получает до 4 входных сигналов. До 4. И суммируя, выдает их на один выход. Вот на типа на этот. Сплиттер дублирует... Матор, чтобы сложить дубликаты в один сигнал. Ага. Отправить на выход с утроенной интенсивностью. Ну типа, наверное, да? Раз, два и три. И четыре. И... Ну, это было легко. Можно побыстрее. Тут типа скорость какая-то есть. Но, видимо, это максимально. Так. Наверное, кто-нибудь оказался лучше меня снова в этом деле. Да, естественно. Я даже в пятерку лидеров не вошел. Как можно было это лучше сделать? Вот кто-то набрал больше, чем я. Как это произошло? Окей. Так. Думаю, на ферме все еще полно техники. Да и ладно вообще. У меня полна свободного времени. Автомат защиты сети. Сейчас все сделаем. Так, а на основу от меня что-то хочет? Ну что, втягиваешься? Да. Генератор работает. Самое время подать питание на силовые линии через воду. Вообще без проблем. Давай. Все. До свидания. Сейчас мы будем подавать питание. Так. В каталоге модулей можно увидеть доступные для лекущей цепи модуль. Узнать, что делает модуль. Можно его описание. Но это как бы понятно. Мирим, пожалуйста. Не отвлекай меня. Пожалуйста. Так. Аттенюатор. Аттенюатор. Так. Это можно перетащить. Я пытаюсь перетащить. Хорошо. Я сделаю все, что ты хочешь. Только отстань от меня, пожалуйста. Хорошо. Сигнал ограничен в пределах от 100 до 100. А, от минус 100 до 100 вольт. Попробуйте самостоятельно разобраться в этой схеме. Хорошо. Спасибо. Что я должен сделать? Выход должен получить. Так. Вот этот выход. Должен получить сигнал источника 11 с напряжением повышенным на 5 вольт. Ну, это просто. Типа вот так. Вот так. И вот так. 5 как раз у меня здесь, да? Это 5? Это вольт? Гуманитарий. Гуманитарий. Я еще раз пытаюсь напомнить. А, ну, выход 1. Все правильно. Выход 1 у нас получает то, что нужно. А вот выход 2. Что-то с ним там не так. Выход 2 должен получить сигнал источника 1. Ослабленный вдвое. Ослабленный вдвое. Сигнал. Так. Типа нам здесь нужен сплиттер, видимо, да? Получи сигнал источника 1. Ослабленный вдвое. Или как? Или прямо вот так? На 50%? Это слишком легко. Ага. Ну, конечно. Просто так они взяли, да и... Да. В таком случае... А, вдвое. Это не на 50%? Может быть... Хотя нет, но... Может быть, этот сигнал нужен. Типа сначала я его... Ослабленный вдвое. Сигнал. Может быть, здесь еще один сплиттер нужен? Зачем? Только непонятно. Ну, может, типа вот так? Так. Это нам не надо. Это сюда. А это сюда. Так. И это вот сюда, соответственно. Так, вообще неправильно совсем ничего получается. А, ну, раз он отсюда выходит, значит, он должен быть там, типа, на 100% что ли? Ослабленный вдвое. Ослабленный вдвое. Ослабленный вдвое. Ну, как-нибудь так. А, ну, на 50%-то, наверное, да? Нет, я, наверное... Хотя, не знаю. Я догадался до этого, как только я... Что-то я не понял даже сам. Хорошо. Если это работает, значит, работает костыли и даже все. Пора переходить к следующему шагу. Да я еще с этим-то как-то особо не понял, как это вообще произошло. Хорошо. Хорошо, давайте дальше. Освещение в каком-то домике, фермерского домика. Пора чинить освещение в фермерском домике. К счастью, схема фонарей не слишком сложная. Придется только немного подкрутить напряжение, чтобы ничего не перегорело. Хорошо. Подкрутим напряжение. Для удобства в нашей системе предусмотрено нам несколько функций в вашей системе. Скорость воспроизведения сигнала можно изменить, это я уже тоже догадался. Так, ну, понятно, понятно, хорошо. Так, я должен, значит, получать сумму в выходе 1 сигналов источника 1. Ну, это понятно. Это у нас есть сумматор какой-то там. Где он? Вот он. Типа вот так, типа вот так, вот так. Да, это, видимо, работает. А выход 2 должен получать разность между источниками 1 и источниками 2. А разность это типа что-то минус что-то, правильно же, да? Что вы так смотрите или нет? Я не знаю. Это же нужно, типа, значит, наверное, так сначала, да? Пропустить через вот эту штуку. То есть вот так. Типа вот так, да, наверное. Потом они у нас заходят сюда. Это будет работать? Да, это будет работать. И теперь нам нужна разность между источником 1 и источником 2. И что я должен сделать? Исходящий сигнал. Разность. Один минус другой. Это сумма. А разность это что? Инвертит мощь, понижает мощность. Ну-ка, подсказывай мне быстро. Для выхода 2 придется заняться вычитанием. Для операции вычитания можно использовать модули сумма? Что? Вот за что я люблю математику. Для того, чтобы получить вычитание, нужно использовать сумму. Как бы, чё? Чё здесь непонятно-то? Сделать из положительного сигнала отрицательный можно инвертировать его. Инвертировать. А у нас есть хреновина, которая инвертирует сигнал. Так, из сумматора сначала... Так, нам опять эта штуковина, что ли, нужна будет? Типа это всё сплитер, допустим. Вот так. Вот так, наверное, да? Отсюда сюда. И оттуда вот сюда. Так, что я делаю не так? А, да, нам это не надо. Ой, господи. Нам нужно вот сюда. Правильно же? Или неправильно? Нет, совсем не так. Господи, ну зачем? А, да, точно. Отсюда, значит... Так. У нас будет суммироваться сигнал первого. Минус сигнал второго. Разве нет? А, вот оно как. Похоже, что да. Господи, как до этого додуматься-то можно было? Так. Ну, я не лучший, но, знаете ли, в пятёрочку-то вошёл даже, оказывается. Надо же. Чудесно! Освещение заработало, значит, ты сможешь работать по ночам. Вот действительно, как в том самом анекдоте. Типа, фонарами я ещё на лоб прихреначишь, чтобы я ещё и ночью косил. Так, значит, у нас какой-то тест VCA. Так. На каждом такте выхода должен получать сигнал... А, ну так, только выход должен получать сигнал с напряжением, составляющим определённый процент от источника. Определённый процент. Так, это новая вот эта штуковина. На выход процентов. Типа, процент источника 2. Так, что ли? Видимо, да. Ну и что ж, давайте, наверное, последнюю, потому что я уже снимаю полчаса. Иначе это будет на весь день, наверное. Так, что у нас там дальше? Хорошо, будем, значит, восстанавливать освещение какого-то сарая. Значит, источник 1, на выход 1. Повышаем интенсивность сигнала на 50%. Так, ну это должно быть просто, потому что у нас есть вот этот, как он там? Типа, сдвиг, да, наверное? Интенсивность... Нет, наверное, вот эта штука. Устанавливаем на 50% её. Начинается. Наверное, я догадался. Значит, нам нужно сначала это всё разделить, потом это всё суммировать, да. Мы, типа... Значит, источник сигнала 1 увеличиваем на 50%. Теперь в Суматаре это всё, наверное, вместе, да, должно быть? Как-то так, наверное, да? Вот, да, первый заработал, значит. Господь, Господь, что? Сдвиг без входного сигнала выдаёт сигнал постоянно в значение? Что, на самом деле, какими-то загадками разговаривает постоянно? Источник 2 вместо источника сигнала с постоянным значением. Я ничего вообще не понимаю. Нет, ну у нас точно эта штука должна идти сюда. Так, я... Подождите, я могу вот так сделать? А как я могу сделать? Или я это уже делал? Нет, это не так. Так, может быть, и сюда должен этот идти? О-о-о! А, Господи, я аж испугался. Да-да-да, продолжайте, продолжайте, продолжайте. Как это у меня получилось? Я, честно говоря, тоже не понял. Хорошо. Как-то люди до этого додумаются, я не знаю. Ведь кто-то, наверное, соображает действительно на 100% это всё. Ну, ладно, я уже практически час это всё записываю. Соответственно, наверное, нужно прекращать. Вы пишите, нужно ли продолжение дальше снимать. Или, может быть, какие-нибудь игрушечки, которые можно будет в следующих видео сделать. И вообще, как формат. Короче, буду рад вашим комментариям, лайкам, естественно, подписчикам. Спасибо, что смотрели. Всем пока. Что такое лошадь?